всем привет мои дорогие подписчики и гости канала прошел уже наверное год как я сняла свое последнее видео на youtube вот ну скажем так почему не снимала то просто знаете как-то мне было особо мотивации особого как-то времени но я всегда оставалась связь своими подписчиками я очень нашла много знакомых с которых мы с которыми мы до сих пор общаемся переписываемся поэтому с теми которые с теми людьми которая подружилась мы как бы продолжаем оставаться с ними на связи вот но также мне было очень приятно когда мне поступали сообщения от девочек которых я как бы мы с ними не контактировали до но все же они написали спрашивали они то как у вас дела когда вы вернетесь своим видео это это очень на самом деле приятно так вот особо ничего в жизни не происходит все у меня хорошо жизнь идет своим чередой чередом работа дом детям семья ну и в принципе знаете все как у всех вот о это видео я переснимаю наверное раз 20 честно потому что на самом деле очень трудно сейчас собраться с мыслями собраться совсем я год не разговаривала на камеру мне сейчас уже язык устал повторять эти одни и те же как бы одно и то же вступление сейчас все я решила вот как она будет таким таким она будет таким она будет вы знаете что у нас тут видео без каких-то прекрасный украс без украсок просто обычная жизнь но все равно знаете немножко трудновато когда ты общаешься просто вот в обыденной жизни с людьми да вот по-русски или когда ты говоришь на камеру потому что на камеру все равно надо немного подбирать выражение немного подбирать слова чтобы как бы ну поменьше звучали слова паразиты хотя их конечно не не избежать ну вот так у меня сейчас звонит телефон я сейчас вернусь так на чем мы с вами остановились ну давайте начнем по порядку скажем так что год у меня начался как-то не очень так скажем хорошо потому что были кое-какие проблемы со здоровьем меня у моих близких и в который раз я сталкиваюсь с халатностью абсолютным грубым абсолютным не серьезным некомпетентным профессионализмом врачей и еще раз я убеждаюсь что принципе человеческая жизнь она ничего не стоит и независимости сколько тебе лет знаете когда возможно ты еще помоложе да и зато какой-то свет темный да но я сейчас не могу нигде в другом месте снимать потому что у меня муж спит он только недавно пришел ну как недавно у него ночная смена была он лег у нас сейчас совсем раннее утро я детей проводила и сразу начала заниматься своими домашними делами сейчас это подготовила глажку поэтому все будем вместе с вами гладить и болтать ну что я сейчас перешла к своему самому нелюбимому занятию глади для меня это не знаю это просто какая-то мера наказания хотя у меня есть подружка она говорит я обожаю гладить я включаю себе там сериал и сажусь там на террасе ли где он там садится и спокойно гладит и смотрит как бы как говорит совмещает приятное с полезным но не знаю для меня это углая глажка это ужасно я поэтому знаете постоянно оттягиваю тяги до последнего когда у меня уже вот такая гора не наберется что просто уже деваться некуда тогда я уже тогда меня уже и славис начинает лучше все-таки надо взяться зимой немного проще потому что зимой я сушу в тропной ну как это по-русски это называется ушли на машинке вот и она практически там ставишь режим чтобы она выходила уже или как сидит щадящий режим что она не сильно-то мятая входила поэтому площадь строк норов строк норов взял сложил и все а летом конечно уже такой фокус не прокатит ну вот на чем мы с вами остановились про медицину в германии я еще раз повторю что я говорю что толкнулась кое-какими такими проблемами как бы со своим здоровьем собираем и своих близких и я просто еще раз говорю повторюсь что я просто в шоке шоке от того что сейчас происходит я не знаю чем это связано связано это с тем что наши врачи наши медсестры просто как сказать заваленной работой потому что с наплывом всех эмигрантов работа конечно под под добавилась но извини меня извините меня я живу в германии 20 лет я плачу честную страховку я плачу честные деньги из честно заработанных денег неужели я не имею права на нормальное обследование на нормальное хотя бы отношение к себе то есть хорошо и не знаю как они все из каких побуждений не ты думают и говорят из каких мыслей наверное когда я хожу по врачам они наверное думают про себя да ты еще молодая что с тобой будет да а тут как вот коснулась у меня с моей бабушка я говорю она была упала упала зимой я столкнулась с таким отношением что вам просто не передать я просто когда это все вспоминаем и до сих пор мурашки по коже я конечно сейчас не буду рассказывать всех деталей но скажем так если бы я не имела медицинского образования я конечно не врач но все равно у меня уже опыт в медицине да я сталкивалась со многим если бы я этого всего бы не имела я не знаю какой был бы исход всей этой ситуации я я так понимаю что к старикам они относятся тоже халатно потому что все равно какая разница отчего бабушкам дедушкам умирать год раньше год позже а к молодым они вот так халатно относятся что вы еще молодые да что с вами будет знаете там одно дело когда ты попадаешь по скорой да у тебя там как бы нету про выбора какому врачу обращаться ну а так и вас ты можешь любую выбирать вот кстати я сейчас совсем недавно поменялся на лечь всего лечащего врача мне до этого был немец вот честно камера упала честно говоря вот сколько ходила к немецким врачам я не знаю или просто мне таки попадались я не знаю как это объяснить но у них все хи хи ха ха хи ха 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 знаете они толком как бы не ищут ничего никакие анализы не берут они считают а ты еще молодая что у тебя может быть это у тебя все психосоматика делить и голову я например ему говорю ну стресс-то он у всех есть но стресс это неизбежный фактор да он как бы но не у всех же там например происходит какие-то заболевания на фоне стресса в общем у врачей конечно сам не скидать было вот ну в общем этот раз его абсолютно не принимал меня всерьез я поменяла меня поменялась честно русскоговорящие врача и честно сказать я очень довольна она также оказалась наша землячка на из беларуси из минска она там еще получила образование и соответственно тут она его же как бы подтверждал да наверное 20 на честно говоря да все равно свое есть свое да скажем можешь и объяснить и пояснить и изложить свои мысли по-русски мне как бы с немцами все равно очень трудно находить общий язык мне кажется сколько бы я не прожил сколько я не проживу в германии я никогда не буду считать германии своим там таким домом хотя скажем там я скажет скажем так я и ту же это не знаю да я приехал сюда мне было четырнадцать лет на 15 почти уже то есть как бы я не знаю как зарабатывать там деньги какие там люди какие-то я только могу говорить про германию но не знаю что что она вот именно с конкретно чистыми немцами я не могу не могу находить общий язык у меня с ними у меня с ними постоянно какие-то конфликты так что не знаю потому что все равно менталитет менталитет у нас разные поэтому просто с русского с ним с немецкоговорящими людьми мне проблем нету там особенно сервами они все равно же как мы да у них менталитет сервами там квадами у меня вообще даже с итальянцами а вот с чистыми немцами я не могу я учусь еще хотел сказать честно я всегда когда касается какого-то там каких-то походов по врачи я все равно еще стараюсь убирать русскоговорящих потому что я все равно считаю некомпетентно хоть кто бы не говорил конечно в германию едут там миллионы людей у которых есть огромные деньги но опять же нет потому что в германии да если бы оборудование есть как бы вся вот эта техника но той компетенции того вот этого менталитета вот это у них этого нету это я вам могу честно сказать потому что только сколько проходила я уже врачей со сколькими я уже врачами познакомилась для себя я это уже точно решила вот у нас сейчас я опять же да вот в моем окружении моем окружении есть хорошие знакомые ее сестра ее сестра за год потеряла 20 килограмм то что вы понимали она была в принципе такая в теле дам трудно не заметить что она потеряла но поначалу да она не замечала потому что у них там был ремонт у то она думала может а вот потрудилась физически и там скинула пару килограмм ну нет программ стали как бы улетать она не понимала чё к чему когда это уже стало конкретно заметно ей конкретно заметно людям с ее из-за ее окружением она обратилась к своему лечащему врачу лечащий врач конечно произвел все исследования ну как все такие рядовые да которые как бы там кровь сдать узи тарым тарым я конечно не буду сейчас говорить все там и диагнозы что проходили вкратце в общем сами понимаете что получать стермина там на узи на кровь это еще можно ждать по две-три недели в общем прошла на все эти обследования килограммы как бы уходили она конечно старалась еще поплотнее питаться чтобы хоть какая-то сила да скажем так работать и вообще жить но никакого смысла это не приносило врач просто говорил у вас то психосоматика смиритесь идите к психологу идите к неврологу она говорит да у меня все хорошо мне любимая работа мне любимый муж там и в общем все дела я тут бессилен потом также с чисто случайно она познакомилась тоже на работе там не знаю же женщины это посоветовала ей верчан ну и конечно таким приятным он оказался русскоговорящим уже такой как сказать предпенсионного возраста то есть уже он хотел вот может быть еще кое-два и отдавать свой праксис сыну ну и наверное уже такой дедушка был да это было уже лет пять-шесть назад я просто вот сейчас то все вспомнил как начали вот про медицина и вы знаете да также про были произведены вот эти все рядовые анализы обследования они также ничего не показали но он докопался до истины то есть как бы там вообще дело было не психики там вообще совершенно другая была ситуация история я просто хочу сказать что немцев у них как-то все вот так вот просто я не буду сейчас спорить возможно в других странах тоже вот именно вот эта медицина эти люди которые сейчас проходят обучение ли там вот если а вот те люди которые проходили еще двадцать-тридцать у них совершенно другое понятие не совершенно другой кругозор и вот к таким людям как-то у меня намного больше доверия до что вот как бы они как сказать у них совершенно другой подход они по-человечнее относятся к пациенту я понимаю что ты не можешь ко всем заглядывать в рот вот так скажем да ты не можешь всех принимать близко к сердцу но и вот так просто быстро отнекиваться тоже не стоит потому что это может как чревато пути другими последствиями это вот так повезло этой девушки до что у меня правда ничего было как бы ничего ничего было как сказать конечно это было серьезно потому что потери веса это всегда серьезно без как скажем без причины но это вот просто ей повезло что она в нужный момент нужно время встретил этого человека этого врача и вот он ей правда помог они нашли причину все потом наладилось вес она конечно добавила мы уже потом она не такая была хорошие нормальные средние весе вот так что сейчас вообще надо как сказать пока ты сам за себя не поборешься пока ты сам тебе никто ничем не поможет эти как бы у у меня даже такие были моменты когда я приходила к своему врачу я так как я сама из медицины да я уже из читаю и много или мне это нравится да я даже сама приходила я себе ставила предварительный диагноз и он с ними просто тупо соглашался да да это возможно это это знаете как бы мне уже просто было потом смешно ну и в общем я все таки ну да раньше как бы у меня была такая фаза что я бегала по этим врачам сейчас как бы я измерила совсем приняла там болит ну болит там пройдет как бы уже без фанатизма вот сейчас я поставлю видео на паузу закончу эту глажку иначе это затянется у меня еще на неделю так мы все с глажкой я уже закончила осталось только потом это все разобрать все вещи развешивать по шкафу но это буду делать потом когда муж станет потому что основная часть вещей она должна лежать у нас в комнате так вчера мы еще заходили в дм и я хочу вам показать кое-какие кое-что что мы там купили так первое что этом пила это паста колгейт так не на тогда паста колгейт про нее мне сказать нечего пользуюсь дам только идеи раньше конечно цена была поприятнее сейчас она раньше на 100 отчет там 75 80 центов ну по крайней мере до евро до 1 евро а сейчас она уже стоит евро 50 но своим вкусом мы не изменяем поэтому покупаем ее дальше так потом также я камера заверка решила попробовать отбеливающую пасту от блендомет честно говоря я как бы давненько уже хотела ее попробовать что как-то все не доходили руки а тут мы что-то разговаривали со своей подружкой ну как бы я относилась к этому сейчас на все скептически да тут как-то мы разговаривали с моей подружкой вот то что про какие-то зубные страховки про отбеливание и вот она мне говорит а ты знаешь я в общем попробовала пасту от блендомет и она мне реально помогла не то что прямо ли теперь зубы как фарфор блестит нет но по крайней мере эффект вид за на лицо это с учетом что она курит и пьет кофе то есть много пьет кофе ну ладно пошла общем короче рдм и приобрела но скажу вам только тогда после того как я сама на себе и и попробую скажу честно тут всего лишь 75 миллилитров такая довольно маленькая да если в сравнении с колл гейтом он тут тоже 75 а выглядит как-то меньше но она стоит 33 с лишним или около трех евро ну ладно попробуем так потом что я еще купил я что он хочу еще тоже посоветовать возможно у кого-то такая же проблема как у меня в силу моей профессии да и вообще в принципе от нехватки спорта или как это неправильно движение у меня постоянно болит спина болит спина болит мышцы нет все вот так зажата все за это поэтому конечно я стараюсь и спорт и это да но чем я еще полюс это вот таким бальзамом это такой он не жгучий он приятный но он знаете после него такой холодочек и расслабляющий эффект по спине то есть он расслабляет мышцы его беру я уже не первый раз поэтому могу вам его посоветовать то есть я думаю все которые живут германии знают фирму почему-то камера да в зеркальном фирма фирма марка knyp да бальзам стоит 5 евро пять с копейками и он ничем не уступает вольтер эмо например да тому же который стоит ну он дороговато он здесь лишним стоит вот еще что мы купили это вот такие таблетки от изжоги у меня бывает часто такая изжога что-нибудь покушаешь не то и все начинается а это такие знаете как сосульки таблетки дашь их рассасываешь медленно как бы да и она тебе блокирует жгучее состояние за грудиной конечно есть у меня пантопродзол но пантопродзол скажем так им тоже баловаться нельзя потому что пантопродзол кстати я тоже это не знала узнала совсем недавно что он вымывает витамины и в частности кальций из организма поэтому кто вообще не может без пантопродзол вложить пантопродзол это блокирующие кислоту до в желудке чтобы не было изжоги пожалуйста принимайте параллельно какие-нибудь еще витамины в частности кальций витамин группы b вообще это почти случается мне сказала женщина из аптеки когда я пришла за очередной упаковкой пантопродзола она мне спросила а вы это принимаете регулярно или вот как бы ну я бываю иногда их принимаю как бы блесками да когда он это какой-то обострение идет но я объяснила наград вы знаете если вы это принимаете часто я вам посоветую принимать еще параллельно каким-нибудь витамины да вот он там посоветовал в принципе честно говоря сильно не употребляю пантопродзол но я знаю моем окружении очень много кого ну и конечно я им тоже это говорю так мне вообще нравится в dm за что я люблю дм за то что в нем можно найти в принципе все для себя начиная там от какой-то продукты питания ну не я имею там какие-то добавки там мука кто вот все это биода потребляет вот такое всякое лекарственные препараты которые по приятной цене скажем так и без рецепта и конечно всякая уходовая косметика на любой кошелек и вкус и вообще так что я вам хочу еще посоветовать сейчас как раз у нас такое время летнее жаркое июнь нас балуют солнцем начался сейчас сезон отпусков сезон фрайводов сезон бассейнов это вот такой бодис спрей его знаете это например вот и где-то гуляешь гуляешь тебе стало жарко ты раз освежился и идешь дальше запах такой алой огуречный очень приятный постоянно я летом беру какие-то бодис спреи ну вот в этот раз я взяла от алой вера в прошлый раз был такой какой-то цветочный также я хочу вам посоветовать вот это это их лимитированная коллекция от более тоже для как сказать для пляжа для моря для бассейна она конечно сейчас не видно но когда ты наносишь этот спрей у тебя все тело начинает блестеть также у меня и также я взяла еще лосьон с тоже с шиммер эффектом он прям ну камера конечно не передаст но когда также наносишь его на тело она знаете дает такое тоже приятный шиммерный эффект я уже пару раз пробовал ему сейчас еще не так часто ходили в бассейн постоянно когда мы это я пробовала наносила вот опять же набор я попробовала своей подружки там не уже берутся школы пришел а я тут все сижу никак не могу видео записали вот попробовала два раза мы с ней были в бассейне и поэтому если потом тоже пошла и приобрела этот сет потому что я вообще люблю покупать продукцию которая уже кем-то проверено то есть все равно не могут и посоветовать ну просто так скупать знаете это время уже прошло у меня просто так скупаешь потом это все тоннами выкидываешь это сейчас не такая как у нас жизнь чтоб просто все скупать а потом все это выкидывать вот пока я тут сейчас с вами это мне уже дочь пришла и занесла огромную посылку с магазина шамиль шайн или шин нельзя когда направить 20 но это вам покажу в прошлом видео у меня уже ты это душой потому что на хочет и разорвать вот что я хочу сказать я пожелаю в первую очередь себе найти дальнейшую мотивацию для снятия видео для вас потому что во первых это очень полезные для себя и для вас коммуникация новые знакомства новое общение благодаря вообще что я завела завела свой канал на youtube да хоть у меня и немного подписчиков но как бы скажем так я до сих пор с кем познакомилась я остаюсь с ними в контакте а вы сами знаете новые контакты новые знакомые это всегда что-то интересное что-то полезно потому что всегда можно что-то у кого-то узнать у кого-то что спросить посоветоваться поэтому я очень постараюсь оставаться с вами я вам вам я пожелаю это здоровья в первую очередь и больше ничего потому что в нашей жизни как показывает практика и вообще все вокруг нас самое главное жизни только здоровья будет здоровья будет все в общем меня уже пришли дети как я скажу сейчас уже второй ребенок придет младший сын будем скоро обедать садиться вот ну до новых встреч тогда